Нам предлагают новую власть. Нас хотят, хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Ничем вы этого не видите? Если кто-то это хочет, без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду в то, что создано нашими с вами руками на его уничтожение. Этому не пора. У меня, как и у вас, у всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле. Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась. Власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в чередине девяностых, принимая новую конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел. Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать в страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал, окунемся в это болото. Не вынесем никогда. Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить. Многотысячный митинг в поддержку мира и безопасности прошел сегодня в центре Минска. На площади независимости собрались белорусы. Те, кто выступает против развала государства и острых конфликтов между земляками. Люди приехали со всей страны. Более 65 тысяч человек. Беларусь, только Беларусь. За будущее Беларуси. Мы с 73-го года живем в Беларуси. А сама малая родина Молдова. И поэтому мы прошли это все. Туда нужно в нашей молодежи. Где тротуары уже вспучились с Советского Союза, никто ничего не делал. А сюда приезжают и восхищаются. У меня сложилось впечатление, что за меня кто-то что-то решает. Слишком много людей на улице, и они под какими-то негосударственными флагами. Сложилось впечатление у меня, что за меня выражают свою позицию. Что людей большинство. И как оказалось, напротив, у нас большинство. И мы это сегодня доказали, выйдя на площадь. Вы знаете, что сюда привело? Мое сознание, мое мнение. Я за семью. Я за свободу. Я за свободную Беларусь. И за мир. В каждой семье. И в нашей стране. Спасибо. К собравшимся также присоединился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил людей, которые поддержали митинг. За годы независимости мы вместе шаг за шагом создавали сильную страну. И буквально в один миг необдуманно можем потерять то, что с большим трудом выстраивалось годами. Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас усиленно пытается толкать людей к силовому противостоянию. Для процветающей страны это недопустимо. Нашему спокойствию и нашей стабильности всегда во всем мире завидовали. А сейчас общество пытается расколоть и тем самым дестабилизировать ситуацию в стране. Продолжение следует...